Всем хорошего настроения, Хэв! Сегодня у нас будет такой ролик, а именно, от худшего обжекта выномытое к лучшему. Мнение будет сугубо лично моё. А то знаю я таких обезьянок, которые говорят, это говно поставь на это место другого. Ну а сейчас погнали к сути ролика. Двенадцатое место. Курасан. Этот рогатый демон заставит пылать пукан любого. Про фанатиков рогатого демона я уже вообще молчу. Один раз из-за этой твари Пшики накидали ботов. Но каким-то чудом Зак про это узнал, и ему пришлось обнулить голоса Пшики. Одинадцатое место. Нансенс. Персонажи никак не развивают. Он, считай, пустышка. Да, в шестой серии это хоть как-то пытались сделать, но вышло как-то не очень. Десятое место. Замазыч. То же самое, что и Нансенсу, но только чуть-чуть лучше. В отличие от Нансенсу, его пытаются хоть как-то развивать. Девятое место. Чарджери. То же самое, что и Нансенсу. Мало экранного времени. Но в отличие от Нансенсу, мы уже поняли, кем является Чарджери. Чарджери во своей оси интроверт. Кроме дружбы с Сокой, ее ничего не интересует. Восьмое место. Пшика. Характер чрезчур банальный. Но, ну, просто бедуанский характер. Седьмое место. Сокка. И тут вы спросите, почему она стоит выше, чем Чарджери? Она же, блин, даже банально говорить не умеет. А вот мой ответ на все это. Она банально лучше. Нам и без слов понятно, кем она являет. Какой у нее характер. И так далее, и тому подобное. Шестое место. Стерка. Стерка это обжиг, который рационально анализирует ситуацию. Задает действительно важные вопросы. И предлагает дельные советы. Пятое место. Кнайф. Почему Кнайф на таком высоком месте? Скажут многие. А я отвечу. Некоторым жалко Кнайфа за то, что над ним издеваются. И я в том же числе. Второе, пятое место. Пикчер. Почему у нас есть двое пятых мест? Скажут некоторые из нас. А я вам отвечу. Мне было лень переделывать места в топе. Но вообще, пикчер это добрый, брутальный пацан. Который никогда не будет вступать в конфликты. Четвертое место. Бутылыч. Это считай пикчер. Только брутальность здесь отпадает. Третье место. Брелок. Не очень бодланский. И не очень добрый характер. Второе место. Лампочка. В ее характере есть жизнерадостность и мистика. За это мне и нравится лампочка. Первое место. Клеви. Да, у него малоэкранного времени. Да, этого персонажа никак не развивали. Да, нас поставили перед фактом на то, что Клеви тоже может быть конфликтным. Но Клеви мне нравится абсолютно не за это. Клеви мне нравится за его милоту и за его жизнерадостность. Вот такой вот у нас получился топ. Пиши в комментариях, согласен ли ты с ним или нет. Ну, а на этом все. Всем хорошего настроения, Хэв. С вами будет Ксэв. Всем пока. С вами был Игорь Негода.